В Омске стартовал новый проект для дошколят «Читаем с собакой». Воспитанники детских садов теперь могут подтянуть технику чтения и справиться с волнением в необычных условиях. Вместо педагогов слушают их собаки. Оказалось, перед такими учителями дети не робеют, наоборот, открывают в себе новые способности. Моя коллега Светлана Еловнарова побывала на необычных руках чтения, попробовала себя в роли чтеца и заодно выяснила, какую пользу такие занятия приносят собакам. Ворона каркнула во все воронье горло. Сыр выпал, с ним была плотовка такова. Внимательным четвероногим слушателям читают басни Крылова. Маленькому Данили шесть лет. Он только учится читать по слогам. Причем делать это при посторонних стесняется. Но только увидел немецкую овчарку Лаки, которая уже развесила свои мохнатые уши, тут же взялся за книжку. И вот он читает громко и выразительно. Они приятные. Большие. Я лучше стала читать с собаками. И если в детском саду большинство детей читать не заставишь, они лучше подольше поиграют. На эти занятия ребята бегут сами. Они даже готовятся. Ведь разочаровать пушистого слушателя нельзя ни в коем случае. Моим детям пять лет. Мы начинаем только читать. Дети очень заинтересовались. И старались, и учились, повторяли весь алфавит для того, чтобы прочитать именно собакам. Внимают каждому слову дошколят и золотистый ретривер, овчарка и синбернар. Собаки самых спокойных пород. Они профессиональные канистерапевты. Животных специально обучают для занятий с детьми. Специалисты уверены, чтение помогает дошкольникам не только усовершенствовать навык, но и побороть стеснительность и замкнутость. Мы просто хотим, чтобы детишки чувствовали себя немножко свободнее во время чтения. Чтобы для них оно не было таким обязательным занятием, как в школе, или что вот над ними сидят и заставляют. А более такое творческое. В других библиотеках они говорят, что вот мы взяли читательский билет, мы теперь сюда будем ходить, пожалуйста, приходите. Мы к следующему разу еще лучше научимся. Кстати, в библиотеках в Финляндии собаки-слушатели даже числятся в штате. Зоотерапия полезна не только для людей, но и для самих питомцев. В американском штате Миссури детей приглашают почитать сказки бездомным животным. В приюте содержат четвероногих, которые пострадали от жестокого обращения людей. Чтобы вернуть им веру в человека, каждую неделю к ним приходят школьники с очередной книгой. Нередко после таких встреч юные читатели забирают собак к себе домой. А после чтений самоодаренные вместе со своими собаками даже начинают петь в силу своих способностей. Светлана Еловнарова и Александр Лысак. Омск. Здесь. Светлана Еловна. Светлана Еловна. Светлана Еловна.